Значит, мой доклад называется «Откровение в науке» или «Что случилось с Владимиром Рубинарским в Крыму в феврале 1920 года». Значит, слово «откровение» относится, конечно, не к науке, а из религиозного языка. Ну, что означает? Означает то, что какому-то что-то открылось какому-то человеку, и он приник к какому-то высшему, так сказать, знанию. И казалось бы, что это к науке, где полностью ценят столько рациональное мышление, и рациональное понимание друг друга, чтобы было, и совершенно другой научный язык, а не религиозный. Тем не менее, вот среди тех людей, которые, можно сказать, сделали, в общем-то, самые главные вещи в науке, среди некоторых, как бы, пионеров, самых больших, то ли, ученых, которых мы знаем, да, из них ни один не был атеистом. Вот это такой вот феномен, который надо было бы специально изучать. В общем, возьмем Галилея, Ньютона, Эйнштейна возьмем, больше, так сказать, известного человека нет. Но и то это, если с ним прочитать его работу, он пишет о том, что у него некоторое космическое чувство Бога существует. У него не могло, он не может быть полностью. И когда он даже пишет о появлении нового знания, появлении открытия, он говорит, неизвестно, каким путем приходит открытие. Это, так сказать, какая-то тайна за семью печатями. Когда оно начинает превращаться в общепонятное, там все понятно. Там человек пытается, а вот как оно появляется, каким образом человек приникает к этому знанию, вот эти вот на примере некоторых людей можно показать. И у меня, конечно, мой главный герой – это Владимир Вернацкий. Вот с ним как раз в 1920-м нечто случилось. Ну, Вернацкий, вы все знаете проспект Вернацкого, великий ученый, его именем что только не названо. Вот, корабли, долины на Луне и тому подобное, и проспекты. Ему стоят памятники, да, в России уже два, в Москве никак не поставим. Вот, и к 1918 году Владимир Вернацкий очень известный в стране человек. Он член ЦК Кадетской партии, он академик, организатор науки, и его труды уже изучаются. Создатель комиссии по естественным производительным силам. Если бы она заработала так, как он мечтал, мы бы давно уже про эту экологию еще в 1920-м году знали бы, которая потом только что возникает. Вот, наше вмешательство в природу. Ну, много чего было. И в том числе, и он был член временного правительства, заместителем министра просвещения. И как только случилась Октябрьская революция, и министра просвещения, народного просвещения арестовали, он стал, возглавил министерство. И в числе, как бы, превратился в политическую фигуру. И в течение двух недель заседал. Не многие знают, что время правительства еще две недели работало. Его разыскивали, но не нашли большевики. И они издали последние два акта перед тем, как уйти со сцены, по поводу большевиков, что это изурпаторы и так далее. И по поводу открытия учредительного собрания. Оба этот документ Вернадский подписал. Ну, и сразу же пришлось ему убегать на юг. Он убежал. И в течение трех лет он, так сказать, скитается там. Во время этих скитаний он создает Украинскую академию наук. И становится ректором Таврического университета. Но перед этим, как раз, когда он попал в Крым, на каком-то жутком рейсе, значит, на пароходе, он заражается ТИФом и заболевает. Вот начинается, значит, вот это вот явление в его откровении. Вот в дневнике он пишет 2 февраля. Вот в этом доме, это дача Петра Александровича Бакунина, брата того самого знаменитого у нас Бакунина. Но он был философом. Это прекрасная такая дача, где Вернадский у родственника остановился, живет вместе со своей семьей. И вот видите, он начинает заболевать. И главное, вот что, у него к этому 20-му году он полностью определился, что дальше он в политике не будет участвовать. У него есть главное дело. Главное дело, идея, которая к нему пришла. Идея, которую мы сейчас, если вот я ее назову, никто ее, так сказать, не примет, эту идею. Идея о том, что жизнь, которую мы видим вокруг себя, биосфера, которую мы видим вокруг себя, она вечная. Она была всегда. И это, так сказать, совершенно новая его концепция, которая еще даже не является концепцией, а просто идеей. Он считает, что это главное. Вот он его думал. Весь состав работы о живом веществе, которую пишу, он написал тогда тысячу страниц. И потом из этого выросли ее главные книги. Вот. Ну вот он заболевает и целый месяц лежит в сыпном тифе. Нахожусь в состоянии выздоровления. Слаб, пишу всего полчаса в первый раз. Мне хочется записать странные состояния, пережитые мной во время болезни. В мечтах и фантазиях, мыслях и образах мне интенсивно пришлось коснуться многих глубочайших вопросов бытия и пережить как бы картину моей будущей жизни до смерти. Это было в такой степени интенсивно и так ярко, что я совершенно не помню своей болезни и выношу из своего лежания красивые образы и создание моей мысли, счастливые переживания научного вдохновения. Вот этот рисунок его дочери как раз этого времени. И что же именно он увидел? Он увидел, что такое яркое видение, как будто вся перед ним пронеслась. Обычно, знаете, когда на пороге смерти у человека его предыдущая вся прошлая жизнь перед ним проходит как бы в кинематографическом варианте, а здесь будущая жизнь. В течение, значит, он как будто бы выздоровел, поехал в эмиграцию в Англию, там получил известность из своих работ по силикатам и возбудил вопрос о создании научного института живого вещества. И это, так сказать, удачно оказалась его эта инициатива. И этот институт был создан. Были собраны деньги на это, он ездил по всему миру, так сказать, агитировал за здание такого института международного. Он был создан, и он стал во главе, и он стал во главе его, это институт, он пишет, в 61 год. Вот. И дальше он, значит, причем тут он мгновенно прямо своей жене Наталье Горне попросил записать, что он, какие он эксперименты там, самые главные, которые он там видел, какие он, что он увидел. Вот. И таким образом и до 80 лет он руководил этому институтом, и даже он так хорошо, вообще непривычно для нас пишет, «Умер я между 82, от 82 и 84 лет в этом возрасте». Вот. Но и в то же время он писал, кроме создания этого института живого вещества, международного, в котором он набирал людей, который создал программу и все прочее. Вот. Закупались, и где-то это происходило, кстати, на берегу Атлантийского океана, в Америке, в одном из южных штатов. Вот. Но на незамережащем море. И в то же время он пишет такое сочинение, вот это вот, так сказать, духовные свои переживания, как бы подытоживая свою жизнь. И вот в одной из этих мыслей я касался в переживаниях, мне думалось очень глубоко, выяснение жизни и связанное с ней творчество, как слияние с вечным духом, в котором сливается или который слагается из таких стремящихся к исканию истины человеческих сознаний, в том числе и моего. И что же главное? Вот оно, главный институт этот, не только институт, но и его учение, концепция, его главная наука о живом веществе и о биосфере. Я ясно стал сознавать, что мне суждено сказать человечеству новое в том учении о живом веществе, которое я создаю, что это есть мое призвание, моя обязанность, наложенная на меня, как пророк, чувствующий внутри себя голос, призывающий его к деятельности. Я почувствовал в себе демона Сократа. Ну, это очень известный, так сказать, исторический образ. Сократ всегда знал, что ему, вот демон ему всегда говорил, что ему не надо делать. Тут же вот как раз наоборот, что этот демон Сократа вернадскому говорит, что ему надо делать. А демон Сократа, ему всегда самому Сократу подсказал, что чего не надо делать. В том числе, когда его приговорили к смерти, он отказался убегать и сказал, что мне демон ничего не говорит, поэтому надо умереть. Ну, то есть, это вот такое переживание и связь с высшим духом. Для Вернадского вот это, так сказать, положительное суждение вечного духа, с которым он как бы почувствовал такую невероятную связь. Но он выздоровел благополучно и только вот это вот живое, его спасло, собственно говоря, вот это живое вещество, этот институт живого вещества. И в том, когда, дело в том, что оно еще не создано, это только его идея, а ее уж надо поплатить в жизнь, надо провести эксперименты, надо написать книги общепонятные и так далее. Потому что то, что он писал, это заметки, такие краткие, которые не имеют никакой формы. Надо же делать научную работу, а не просто так. И поэтому это живое вещество, не сделанная еще его вся работа, которая ему предстояла в течение оставшихся, он знал, что ему предстоит еще 20-25 лет жизни, нужно было, так сказать, вот это его и спасло. Это то, за что он как бы уцепился, его сознание, за что удержалось. Вот он и от цепного тифа в это время умерли больше, чем от пуль на гражданской войне. Очень много народу. У меня, например, вся моя родня болела, мои предки. Не все, правда, умерли, слава Богу. Так вот, и вот он, когда возвратился из своих этих скитаний южных, которые были в Крыму, как раз вот недавно был фильм Михалкова, как там Крым ходили красные, и Вернадский все это как раз в качестве ректора Таврического университета все это принял. Но его, так сказать, отстранили от ректорства и выслали в Москву. Тут его потом еще в Петрограде его арестовали, но всего на два дня, так сказать, все на него сбросились на его защиту и так далее. Но это же биография дневниковая. То есть, биография его жизненная, а вот научная что происходит? Он сразу в Москве 21 апреля, 2 апреля сделал доклад и понял, и видел, что его не понимают. Но тем не менее, это был доклад для него полезен тем, что он в Московском обществе испытателей природы, кстати, были там очень известные люди, Зелинский, например, вечером кое-что читал из своей книги, вот он пишет книгу, как-то опять поднимается чувство уверенности в то, что я сделаю много, вера в то, что мне суждено. Я ясно, что сознаю, что не поехал в Лондон, а оставшийся здесь, может быть, изменил форму достижения, но осталась неизменная основная идея создания института для исследования живого вещества или геохимического вопроса. Вот, у меня, пожалуйста, скажите, у вас время наблюдаете, а то я, у меня тут часов как-то нету, я не вижу, много еще у меня есть. Времени немножко осталось, Геонид Петрович. Хорошо. Ну вот, сейчас я уже подхожу к концу. Таким образом, вот что происходит, что человек понимает, что он совпал с некоторой истиной, что он с ней сроднился, что она стала его. И она стала его не как изложенная истина, а как еще невыраженная истина. А это значит, она соответствует ему, всему его психофизике. Все его психофизики. Она ему дана. Это вот как бы он обязан это сделать. Причем так, кроме него никто не сделает. Вот что самое важное. То есть он обязан это сделать не просто, так сказать, как обычно мы составляем программу своих занятий, а то, что он не может не сделать. Вот в чем все, так сказать, здесь дело. Вот это вот откровение его и посетило. Вот такое. Стать самим собой. Вот он становится самим собой. И вот с этого момента, с 21-го года и по 45-й год, когда он умер, в начале самом 45-го года, все самое главное в нем посвящено вот этой концепции вечности жизни. Он создает не просто концепции вечности, но новое естество знаний. Причем при гигантском сопротивлении. Его сразу обвинили во всех этих самых грехах и так далее. Его склоняли примерно до 36-го года. И в энциклопеде даже записали, что он мистик, создатель учения какого-то, значит, мистического, много чего произошло за это. Но мы не будем на этом зацикливаться. И до сих пор, кстати, сказать, вот это сопротивление идеологии, оно и сейчас происходит, потому что в основном люди материалистические, а тут что-то в вечной жизни это нечто нематериалистическое. Что это такое вдруг? вопрос к Богу тогда обращает, кто создал и так далее. Вот тут на днях как раз слышал, как два физика рассуждали о том, что физика доказывает существование Бога. Так вот, и вот он написал следующее. Он создал лабораторию биохимического, вместо того, института международного. Биосфера, книжка, которая стала, вот сейчас она уже бестселлер, можно сказать, с 1972 года, когда была в Стокгольмском конференции по окружающей среде, стали сказать, а где основа-то нашего отношения к природе, на чем она научная должна быть, не просто одна, одни разговоры вот таких там этих самых, публицистик и всякая. Оказалось, что вот она биосфера, создана еще 60 лет назад и началась она, так сказать, победная шесть. На всех языках уже 24 раза переиздана, три раза по французу, три раза по английски, на испанц, но на всех языках практически. Вот, вот это учение, потом это фундамент учения о живом веществе, учение о биологическом времени и пространстве, вот это фундаментальные вещи, это не просто доказательство, предуклашение вечности жизни, а доказательство вечной жизни. Живое не может произойти из мертвого, из неживого, и никаких случаев, таких произойти, случаев не бывает в этом положении. Недавно собрали клетку, полностью все есть, но все равно, как разобрать автомобиль, положить его на землю, и он не будет ехать. Точно так же. И вот эти книги, которые еще не изданы на Западе, вот с 43-44 года, поэтому вот отучение о вечной жизни, оно до сих пор не признано. Но это уже наше, так сказать, дело, а не Вернацкого. Он изложил все это, что мог. Ну вот я заканчиваю. Один из идейных предшественников, человек близкий ему по духу, Андрей Бергсон, такие же истины переживал, так же, как и Вернацкий. Поэтому вот он хорошо очень формулировал. Жизненный натиск, вот этот жизненный натиск, два слова, это главная идея Анри Бергсона, французского философа. За это он получил Нобелевскую премию. За два этих слова. Потому что написал книжку творческой эволюции. Жизненный натиск, это значит то, что не происходит ни с чего, зато все объясняет, вот эти два слова, что жизнь сама по себе движется, именно как вечность. Время от времени приводит в одном определенном человеке к результату, который не мог быть достигнут разом всем человечеством. Вот это вот такая вот самоактуализация из одного человека. Это вот из этой книжки, его великой книги «Два источника морали и религии», я считаю. Вот. На этом я хочу закончить и сказать заключение, что когда мы изучаем вот таких великих людей, мы тем самым приникаем не только к самой науке, но и к тому способу, которым достигается самый главный достижение, главный истинный в науке. Этот способ не материалистический, нельзя просто рассчитать вот так, создать теорию. Теория приходит, это потом уже оформляется, оформление, а самая главная идея приходит в неизвестным путем, вот таким, как бы из другого мира. Спасибо за внимание. Спасибо большое за интереснейший доклад. Вот. Так, ну что, а как мы поступим? Вы будете дальше или мне откроете? Так, а вопрос можно задать? Да, пожалуйста, Андрей Михайлович. Да, да, да. Ну, в этом докладе своем вы с удивительной, так сказать, откровенностью показали, что учение Вернадского о вечности жизни это именно типа религиозного откровения, то есть не имеющего под собой, хотя имеющие некоторые частные обоснования, но в целом остающиеся гипотезой и гипотезой крайне сомнительной, как вы сами подтвердили, что последующая наука отнюдь не приняла точку зрения Вернадского. На что вы рассчитываете в будущем? Почему эта гипотеза, которая наука не принята, отвергнута, со временем будет с вашей точки зрения все-таки принята? хорошо, скажу, тут сразу три точки, на которые я хочу ответить. Во-первых, люди, которые читают его книги, вот эти вот самые главные, они могут, он же не пишет там, что вот мне свыше что-то открылось, он пишет обыкновенным научным языком, который все книги пишутся, и они проверяемы, пожалуйста, берите и проверяйте, эта наука на этом и стоит, она, так сказать, имеет свой метод и имеет свою проверку. биогеохимия, он институт в институте биогеохимии, аналитической химии имени Вернадского, существует тот самый биогео, который он создал в 27-м году, и там люди занимаются биогеохимией, именно по Вернадскому, больше ничего. Это много этих самых, не обязательно про вечную жизнь говорить. Значит, это раз. Во-вторых, что касается, это никакая не гипотеза, тут нет гипотез никаких, наоборот, Вернадский всюду подчеркивает, что это, что никаких гипотез в его учении не содержится. Это два. Третье, что, почему не признана, вы говорите, что обсуждаем, она отвергнута, да ничего подобного, ее никто не отвергал, ее просто не знают. Все эти, вот эти вот труды, во-первых, существуют только вот эти два главных, о состояниях пространства, геологических явлениях Земли, это первый, теоретический труд, где живое вещество поставлено на одну, на одну, так сказать, как принцип сохранения, принцип сохранения массы, принцип сохранения энергии и принцип сохранения живого вещества, космичной живой вещества, живое вещество, короче говоря, сейчас на современный язык перевести, создает планеты, оно создает планеты, живое вещество, бактерии создают планеты. Так вот, ну, конечно, не растения и животные, они только потом внедрились во все это. Так вот, и эти самые, это книжки не переведены на английский. Одна первая переведена, но не напечатана. Просто мне прислали ее, больше ничего. Поэтому никто не отвергал, никто не обсуждал. Вот эти вещи не обсуждаются, просто сначала говорят, а это все, так сказать, откуда-то не наука. Вот как вы сейчас сказали, это со стороны какого-то такого, как бы, научной, религиозной идеи. Никаких религиозных учений не содержится абсолютно. И не обсуждается, потому что очень трудно каждый человек, учащий в школе, в семилетнем возрасте знает, что жизнь произошла. Жизни на земле не было, человека не было и так далее. Вот. А Вернадский доказал. Вы еще добавьте, что самой земли не было. Самой земли не было. Что вы говорите? Что самой земли не было. Она не вечная. Такие другие планеты есть. Мы еще только начали. Вот сейчас-то начинается. На самом, кто? Я уже не буду свою книжку рекламировать. Можете просто посмотреть где-нибудь в интернете мое имя, увидите мои книги. Они продолжают Вернадского. Так вот. И дело в том, что этот вопрос не обсуждается, потому что его с порога... Вы уже ответили на вопрос. Может быть, я задам вам один очень короткий вопрос. Относительно уже не Вернадского, а вас лично. У вас есть ли не исторические работы, так сказать, не по истории науки, а какие-то работы в области технических или естественных наук, в которых вы подтверждали в своих исследованиях, выдвигали гипотезу и подтверждали ее справедливость? Есть у вас такого рода работы или нет? Некоторые наметки есть. У меня в основном историко-научный, да. И мне главное для... Сейчас моя задача... Потому что я не смог найти таких работ ваших. Да, моя задача... Я не геолог и не биохимик, я просто историк. И моя задача показать, вот оно, что было у нас в истории науки. Да, еще я извините. Позвольте мне... Это задача серьезная. Она будет подтверждена работами совместно с другими учеными. Ну, вернее, не... Позвольте еще одну вещь сказать. Опровергнуть ваше заявление о том, что учение Вернадского относительно вечности жизни является неизвестным. Я о нем узнал несколько десятилетий назад, ну, может быть, 20-30 лет назад, без всякого вашего участия. Это говорит о том, что сама по себе идея, она находится в научном управлении, но статус ее такой, как сомнительная гипотеза. Остается. То есть вы с ней знакомы, но ее не приняли. Я понимаю, да. Я и сказал, почему ее не принимали. Потому что все знают, что жизнь произошла на Земле, что была планета, а потом жизнь к ней прицепилась. Вот это вот все знают. И поэтому сначала и слово «вечность», к тому же, оно такое, как бы, ну, из этой, из как бы религиозной сферы. Хотя у Вернадского это не просто вечная жизнь, а геологическая вечная жизнь. Это очень серьезное добавление, которое у него есть. Геологическая вечность биосферы. Я думаю, и так. И поэтому каждый, кто простет вечную жизнь, а это, это, пожалуйста, это не то. Это даже, даже еще, еще хуже, когда западные ученые говорят, живое вещество, это, это же этот самый, Лысенко. Упаси Бог нас от этого. Так что тут много, много путаниц, которые надо распутывать. Все, спасибо.